Здравствуйте, уважаемые господа, меня зовут Сергей Бойченко. Я понимаю, что уже конец Конгресса, все устали, тем более так жарко. А тут еще совсем не ученый, а инженер. Зовут меня Сергей Бойченко, я по образованию просто инженер. Но так сложилось по жизни, что стал изучать или интересоваться анизотропией времени или направленности времени. Началось это всего как бы с простой задачи. Если время имеет направленность, то почему бы не определить эту направленность, хотя бы секторно, и попытаться поставить препятствие. То есть вот такая банальная инженерная задача, ну, переросла в достаточно серьезные исследования. Теперь, чтобы меня понимали, попробуем объяснить, какими терминами я буду оперировать. Они имеют некие разногласия, как я уже понял. Микрофон. Давайте, раз у нас разговор будет и о времени, давайте попробуем переместиться во времени назад. Что может как-то быть удивительно. Значит, определим... Вот тут уже почти нарисовано то, что надо. Значит, определим точку, да, она абстрактная. Вот. Ну, возьмем, например, я не знаю, 2-3 дня назад. Зададим... Зададим плоскость. Плоскость, некую плоскость анизотропии. Вот, значит, обзорем ее докладом. Совершенно абстрактная анизотропия. Что я понимаю под анизотропией? Значит, любое действие, движение, сила, поле, физическое, нефизическое, абстрактное или реальное, порождает анизотропию. Плоскость анизотропии определяет возможные изменения направленности той же природы. Вам больше внимания. Так вот, вернемся обратно к этой точке. Так как это доклад... В докладе возникают какие-то идеи, какие-то тезисы. Они имеют какую-то направленность, причем она разнообразная. То есть в пределах положительные. Они могут быть разнонаправленные, но они в пределах положительной анизотропии. Значит, в какой-то момент возникает принципиальный вопрос. Значит, или-или, скажем так, анизотропия докладчика или дельта докладчика против анизотропии оппонента. Значит, такой, пока скажем, поворот или возникновение противосилы или анизотропии другой направленности. Я специально, я уже знаю, что вы спросите. Речь идет о времени. Будет идти речь и о времени тоже. То есть это вообще я модель абстрактную делаю для того, чтобы можно было оперировать любыми, в принципе, понятиями. Не понятиями, а объектами. Так вот, такой, скажем так, поворот, если он идет непрерывно, либо просто возникновение, если оно возникает дискретно, то есть не в плоскости анизотропии, а по оси анизотропии направленности. Значит, я определяю как объект или событие. То есть очень-очень важный момент. А что ты? Получается, вот на вашей, по-моему, презентации Дельта-Е докладчика делить на Дельта-Е оппонента. Я пишу все-таки больше или равно единице, а не равно единице. Дело в том, что, ну, это из других принципов философских. По-моему, пишется с буквы О. Да, буквы О. Ну, пусть О. На самом деле это не принципиально. Да, как это показывает уровень. Я еще раз говорю, что я так обозначил, я мог иметь совершенно другие, другую смысловую направленность. Поэтому прошу не придираться ни к принципиальным вопросам. Опять же, вспомните, что я просто инженер. По любым вопросам, принципиальным и непринципиальным. Дело в том, что если мы сейчас отнесемся к этому вопросу принципиально, у нас опять же возникнет новый объект или новое событие. Чем оно, на мой взгляд, интересно? Как, опять же, говорит китайская мудрость, если возникают два разногласия, то истина где-то посередине. Так вот, я просто говорю, как мыслю я. Так вот, в этой точке, значит, мы определили, что получился некий объект. Он имеет уже не нольмерный, не математический, хотя имеет координату математическую нольмерную. Возникновение, поворот, вот такой поворот, анизотропии линейной, анизотропии, порождает, или я применяю слово индуктирует, ось суперпозиции. Это очень важный момент. Теперь. Это некое такое вступление. Теперь что вы услышите в моем докладе? Для математического описания сложных физических взаимодействий необходимо создать модель. В свою очередь, она должна упрощать задачу и максимально понятно отражать процессы. При этом все математические элементы несут определенный физический смысл. То есть я как инженер предлагаю модель. И теперь перейдем непосредственно к теме доклада теоремы Виетта по анизотропной среде или как остановить время. Уже само название можно разбить на три смысловых части. Да, вначале математическая теорема Виетта. Я думаю, сотни миллионов людей так или иначе сталкивались с ней. Они прошлись вдоль и поперек. Я думаю, всем она знакома. Дальше идет в анизотропной среде. Анизотропная среда я уже как бы показал. В данном случае плоскостная плоскость анизотропии по отношению к векторной анизотропии считается средой. Вот с моей точки зрения. И в конце или как остановить время может показаться вообще фантастической фразой. Но надеюсь, что к концу моего доклада она будет более осуществимой. Так, сейчас быстро. Пусть корни х1 и х2 являются корнями уравнения. Тогда по теореме Виетта, внимание, вот сейчас очень важный момент. Тут нельзя уже ошибаться. По теореме Виетта не определяя, не зная значений корней уравнения, можно сразу же определить их сумму и их произведение. на эти уникальные свойства я и обратил внимание. Попробуем сейчас перевести на язык физики. не зная значений не зная значений элементов взаимодействия или компонентов взаимодействия мы можем судить мы можем судить о их взаимодействии уже конечном результате взаимодействия причем различного в данном случае взаимодействия теперь предположим, что данное уравнение отражает реальный физический процесс, но протекает он не в изотропном пространстве а в изотропной среде для примера переведем данное уравнение в полярную систему координат которая будет отражать соответствующую ей анизотропию уравнение примит вид я специально написал два уравнения практически одно и то же уравнение но посмотрите на графики я опять же не физик-теоретик но если считать, что существует некая единая энергия переходящая из одного вида в другой то можно предположить, что она описывается каким-то единым уравнением или системой уравнением или комплексом уравнений а те виды, в которые она переходит являются проекциями на ту или иную анизотропию следуя из этого смотря на эти графики сразу же можно одно принципиальное различие обратить внимание, что значения соответствующие корням уравнения здесь находятся в разных местах здесь они находятся в одной точке этим можно попробовать объяснить например, телепортацию так, немножко поторопился что еще интересно в данной точке в данной точке здесь полярная система координат в данной точке в этой точке радиус ветра 0 в этой точке радиус ветра 0 значение уравнения 0 дальше я покажу еще будет более понятно так, для данной точки характерно то, что анизотропия среды равна 0 условно, опять же я не понимаю вообще абсолютного 0 поэтому в данной точке она стремится скажем так к 0 тем самым данные условия данные условия то есть корни корни уравнения являются условием для применения математиками комплексной математики комплексной алгебры настолько опять же я поверхностно это понимаю но работа с комплексными числами облегчает различные вычисления вернемся обратно теореме Виета ее уникальным свойствам в данном случае мы попробуем значит проведем единичные вектора соответствующие корням уравнения и сложим и умножим и умножим сколярный или векторный? векторный который находится перпендикулярно вернее позиции перпендикуляра к оси симметрии произведение векторное дает вектор Е4 который находится в суперпозиции в плоскости анизотропии вместе вектора определяют плоскость находящую в суперпозиции к анизотропии и к оси симметрии это тоже очень важно дальше будет некий смысл данной этой оси симметрии двигателя Allah дает г п но пр plutôt Скажу вот что еще Значит, сочетание вектора Е3 и Е4 определяет плоскость, находящуюся в цифропозиции По отношению к изначальной плоскости анизотропии с возможными точками перехода из одного вида анизотропии в другой Но это будет видно немножко дальше Вектора Е3 и Е4 и ось симметрии являются элементами ортонормированного базиса Теперь из того, что вы видели, сделаем следующее до плюсом Если мы будем рассматривать только положительный диапазон Мы получим спираль, на которой ось симметрии не определить Очень важный момент Если мы будем рассматривать и отрицательный диапазон Он нам определяет ось симметрии Значит, из этого рисунка видно Что по принципу подобия Можно определить ряд точек с одинаковыми свойствами Исходными свойствами Их антиподы Опять же Мы видим, что мы получили так называемую фрактальную структуру Опять же Вспомним Первый рисунок Который, в принципе, мало что нам говорит Желание Желание Не вспоминайте, пожалуйста Глядя на этот рисунок Или чертеж Хочется сопоставить Орбиты планет И орбитали Электронов С уравнениями С квадратными уравнениями Соответствующей Анизотропии У них немножко разные Не именно в этой А в тех Каких это будет иметь смысл В данном случае Орбиты планет Можно рассматривать В этой анизотропии Потому как Так как они Хоть и находятся в разных пушкостях То есть имеют все-таки отклонение От общей плодкости вращения Движения Но их можно рассматривать отдельно Значит Опять же данный Взгляд может Определить Во всяком случае Я когда был студентом Была у меня попытка Определить Причину или Природу Экцентриситета Орбиты планет И вообще Всех Объектов Солнечных систем Так Сейчас Я смотрю Все напряжены Я тоже немножко напрягся Давайте посмотрим Немножко Отличемся И посмотрим У вас осталось 6 минут Поэтому по возможности Да я сейчас Да 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 Быстро быстро Сейчас 6 минут У меня осталось немножко Так громкость есть какая-нибудь А он молчит просто Добрый день Мы рады вас приветствовать С борта Международной космической станции Сегодня мы ответим на вопрос Заданный Александром Жирковым Суть его заключается в том Банки к нам на борт Мы получили Так называемый Эффект Джанибекова Видите что Вокруг одной оси Вращение коробки Происходит Без кувырков Вокруг другой То же самое Но если вращать Вокруг третьей оси Вы видите Внимательно Два оборота Кувырок Еще два оборота Опять кувырок Также мы попробовали С нашим любимым Англо-русским словарем Как видите Вращение вокруг одной оси Стабильно Вокруг второй Тоже стабильно Попробуем Вокруг третий Вы также можете Два оборота И книга делает Кувырок на 180 градусов Объяснение этому Очень простое Объяснение они не дадут Поэтому я останавливаю Предметы которые имеют форму Они просто описание Дадут увиденного И все Объяснение Вопрос будет дать я Хотя оно тоже спорное Я понимаю Все Спорно Я могу показать с гайкой Только это надо найти В этом самом В интернете Время потеряем В интернете есть Все эти штуки Нет Так вернемся обратно Опять вспомним Значит я здесь уже Поместил эту плоскость Из Вот из этого рисунка Я взял Один фрактал Опять же Данный чертеж Дает еще объяснение Или не объяснение А возможность Фигурировать фракталами То есть Не нольмерными объектами А брать А брать какой-то объект Определенный Я не знаю Массой Размером Ну различные Анизотропии И применять Уже Непосредственно К этому фракталу Так вот я вырезал Один фрактал И на примере Его попробую Показать Значит Когда Космонавт Берет Объект Значит И придает ему Вращение А как я уже говорил Любое действие Создает Анизотропию Так вот В данном случае Анизотропия Индуктивная Вращением Он задает Индуктивную Анизотропию Е4 Это как раз Теорема Виета Произведение Корней Я Поскорю Я Достаточно Хорошо В этом Разобрался В какой-то момент В какой-то момент Мы задаем Объект Подчиняясь Этой Анизотропии Продолжает Движение Вращение Через 2-3 оборота Возникает Как я уже показывал Принципиальное Отличие События Причем Если мы посмотрим Оно возникает В данном случае По отношению К плоскости Или Не к плоскости А к вращению Дискретно То есть В этом месте Его нет Оно возникает Именно вот здесь Вот на пересечении Двух диапазонов Причем одно К другому Можно Сопоставить Как реальное И мнимое В данном случае В данном случае Получается Что Как бы вместе Объединяется Реальное И мнимое Можно было бы Попробовать Объяснить Например Клантовый скачок Но я просто Не успел Я на Хорошо Я тогда Заключение Скажу А квантовый скачок В двух словах Можете объяснить Значит Дело вот в чем Я говорил О плоской О низотропии Да Кто-то может сразу Задать А есть ли Трехмерная Опять Тут очень долго На самом деле О трехмерности Ну Если просто Если не будет Конкретных вопросов Таких вот Жестких Да Значит Например Здесь ион Положительный Но он на самом деле Не в середине А в центре Фокусе Параболы Он со смещением Так Вокруг него Вращается Ну условно Как же говорим Электрон Значит Теперь Возьмем Второй Ион Находящийся Например Над ним Самое главное Чтобы у них Были Совместимы Вот эти Фазы И Разнонаправленные Индуктивные Анизотропии То есть Фактически Вертально Отображенный Сверху Значит Он движется Движется Он фактически Ничего не меняет Он переходит Переходит С одной Он фактически Вращается Вокруг Одного Иона То есть Для него Это Одна орбита А вот По этим Осям Он может Переходить Но в данном Случа Это на самом деле Неправильно То что я вам сейчас Сказал Это я очень быстро Дело в том Что Здесь они Однонаправлены Здесь не получится Нужно Рассматривать Нужно Рассматривать Дело в том Что Вот если мы Посмотрим Здесь Дело в том Что Нулевой Нулевой Фрактал Он отличается От всех остальных Это объясняет Очень много Парадоксов Так Давайте Тогда заключение Так Заключение Да Пожалуйста Кстати Вот еще Интересная Интересная Вещь Да Да Интересная Вещь Опять же Египетские Пирамиды В долине Бизы Расположены Тоже На Таких же В таких же Почках Энергетического Выплеска Там где Индуктируется Энергия То есть Можно провести Ось симметрии Вот А сами же Пирамиды Могут Быть Элементами Для Фрактального Перехода Ну опять же А где центр Выброса Где Что это такое Можно Выводы Все Хорошо Вывод Делаю Вывод Сейчас мы Делаем Вывод Одна минута И закончим Значит такой метод С моей точки зрения Позволяет Моделировать Моделировать Те или иные возможности Скажем так Моделирование Так вот С помощью Такой модели Опять же Я Может быть Скажу Фантастику Для вас Будет вам Сейчас смешно Но в принципе Можно попробовать Оцифровать Неорганику По различным По различным Видам Анизотропии Можно Уже Описывать Это вывод Или что Да Это вывод Я по пунктам 7 пунктов Второй пункт 7 пунктов Быстро Быстро Можно описывать Вы знаете Вы уже сильно Перебрали То время Которое У вас было Хорошо Значит Самый главный Самый главный Вывод Какой вы можете Главный вывод Можно Моделировать Любую Любые виды Взаимодействия В том числе И связанные Со временем Я не знаю Естественно Будет наверняка Вопрос Считаю Я Присуствование Наличие Отрицательного Время Как для Таких позиций Законно послушного Да Законно послушных Неприемлемо Отрицательное Время Говорится Именно о Хорошо Значит Давайте мы Все таки Дополнительные слова Перенесем в кулары Потому что У нас остался Еще один док Профессор Слесарев Не высказал Те мысли Которые у него Наверняка Были После одного Из предыдущих Докладов Спасибо За внимание Значит Мы сейчас Послушаем Вот Соображение По термодинамике И затем Перейдем Уже все У нас будет Давайте Поблагодарим Докладчика Приду Да Я не сказал Пока Докладчик Новый Идет Я не сказал Что вот Я благодарен Вам За то Что вы Обратили Ну как бы Проиллюстрировали Насколько Вращательное Движение Сложнее Прямолинейного 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 Поступательное У И у точки Я точку Имел ввиду А поступательное Оно У Тел Поступательное У тел Спасибо Спасибо Действительно Я Интересно Но К сожалению Далеко не всегда Ясно Прямолинейного Прямолинейного